Здравствуйте, уважаемые члены жюри и участники. Мой проект – это устройство для слабовидящих для ориентации в пространстве. В современном мире существуют люди с ограничениями зрения. Им требуется помощь для ориентации в пространстве и обнаружения препятствий. В России более 100 тысяч человек слабовидящие. Мы создали устройство первой версии, основанное на конструкторе LEGO Mindstorms. Устройство имеет инфракрасный датчик расстояния и его числительность 2 метра. Оно работает на 6-ти пальчиковых батарейках или аккумуляторах. Также есть дополнительный модуль микрокомпьютера крепления. Сейчас покажу, как работает это устройство. Мы в процессе создания проекта провели программу. Патентный поиск и классификация нашего устройства согласно международной патентной классификации, способы и устройства, дающие пациентам с десектами зрения возможность замены прямого зрительного восприятия другим видом восприятия. Принцип работы этого устройства. Датчик излучает инфракрасный сигнал. Сигнал отражается от препятствия и возвращается обратно в датчик. Так он понимает, что перед ним есть преграда. И издается звуковой сигнал. Дополнительный модуль, это второй режим работы, излучает инфракрасный сигнал. И датчик на человеке принимает этот сигнал. И таким образом он может определить местоположение человека относительно прибора. Такие датчики можно ставить, например, около выхода, чтобы люди могли ориентироваться и знать, где выход всегда. Ну и также такие модули можно будет использовать и для роботов тоже. Мы разработали вторую версию на Ардуино, которая состоит из датчика, самой Ардуино и питания. Вот часть программного кода для этого устройства. Так выглядит само устройство. Оно очень маленькое. Это уже рабочий прототип. То есть это устройство может обнаруживать препятствия перед человеком. И основано на подобном принципе, как в предыдущем устройстве. Я планирую сделать версию 3. Это будет еще концепт, но возможно будет основан на Ардуино или Разбери Пай. Там будут камеры глубины и системы распознавания образов. Можно использовать Python, язык программирования и открытую библиотеку OpenCV для создания такого устройства. То есть можно обрабатывать данные и на телефоне, и на Разбери Пай. Это направление развития второй модели. То есть хотим сделать кодирование сигнала, чтобы можно было понимать, где находится объект, в какой части пространства. То есть можно кодировать с помощью тона и громкости. Ну и хочу поделиться своим видом идеального продукта, каким должен стать при дальнейшей разработке. Так, это такой персональный прибор-ассистент для слабовидящих, который оперативно, полностью и точно оценивает окружающую человеку обстановку и сообщает ему в удобной форме, необходимую для ориентации, принятия решений о информации, но не должно быть ничего лишнего. Также ассистент может распознавать и выполнять команды пользователя. Например, совершать телефонные звонки, вызывать лифт или такси или открывать замки и, в общем, управление умным домом. Спасибо за внимание. Уважаемые члены жюри, пожалуйста, ваши вопросы. Большая просьба на время вопросов, у кого есть возможность все-таки включать видео, человеку будет удобнее, если вас будет видно. Да, можно вопрос. Вот скажите, пожалуйста, какой у вас вид сигнала? Вот вы сказали, что у вас инфракрасный сигнал. Это какой сигнал? Импульсный либо какой-то модулированный сигнал? В настоящее время там используется импульсный, то есть он отправляет и через совсем небольшой промежуток времени еще раз отправляет и принимает этот сигнал. Какая длина импульса? Ну, длительность временная какая импульса? А, ну, там миллисекунды буквально, очень низко. Ну, вообще, это очень большая длительность для импульса. То есть, скорее всего, все-таки у вас модулированный какой-то сигнал там. Ну, хорошо, еще такой вопрос. А вот скажите, пожалуйста, а почему вот вы выбрали именно оптический, инфракрасный диапазон, а не акустический? Ну, вот, допустим, там летучие мыши, они ориентируются там по звуку, да, то есть по акустическим волнам. Почему вот вы используете, ну, то есть решили использовать именно инфракрасный диапазон? Ветучие мыши также используют инфракрасный диапазон, они воспринимают, и как и змеи, а некоторые... Ну, просто вы, у вас в докладе прозвучала терминология, которая относится к звуку, да, а не к свету, там, вот то, что такое было. Ну, когда прибор обнаруживает сенсор, обнаруживает препятствия, он издает звуковой сигнал для человека. Понятно. А еще такой вопрос. А вот этот вот оптический сигнал, который вот у вас датчик излучает, он в каком угловом поле излучается? То есть в каком? Понимаете, да, по-моему? Да. В первой модели там довольно швидко. Около, наверное, 90 или 60 градусов, я не знаю, столько. Ну, на двух метрах. Ну, еще, да. В первой модели там сигнал хуже. Ее еще надо дорабатывать из-за использованных тачек. И последний вопрос. Вот какой у вас приемник излучения? То есть что вы используете в качестве приемника излучения? Там какая-то оптическая система, может, перед ним стоит, или как это выглядит? В первой модели, которая на Mindstorms основана, там приемник инфракрасный датчик стоит, диод. Фотодиод? Нет, смотри, светодиод – это источник. А в второй модели там установлен лазерный дальномер. То есть у него узкий пучок во второй модели. Это его минус. Ну, опять же, лазерный дальномер – это название прибора. То есть в него входит источник, лазер и какой-то приемник, да? Ну, то есть вы сказали, что вот фотодиод, да, у вас источник? Приемник, да. А, приемник, да. Все, спасибо. Разрешите вопрос? Можно, да, вопрос задать? Да, можно. Значит, это к вам вращается эксперт с кафедрой электронной системы. Это к вам устройства. Мы колем человек, Владимир Ильич. У меня такой вопрос. Правильно я понимаю, что у вас при, так скажем, навигации, да, вот человека с ослабленным зрением отсутствует, так скажем, понимание, к какому объекту он приближается? Дверь ли это, стена ли это, телевизор? В данный момент, да. А как планируется решать эту задачу? Индентификация, то есть непосредственно перед чем находится вот человек? Как доносили до пользователя? Ну вот смотрите, вот я надел это приспособление, да, ну, закрыл глаза, и я подхожу. Я не понимаю, перед кем, перед чем я стою? Перед дверью, перед стеной там или шкафом. Ну, используя библиотеку OpenSea, можно сделать, ну, я сделаю распознавание образов и озвучивание их при запросе. Ага, то есть у вас планируется, допустим, с помощью вот еще дополнительной системы, например, на базе там, вот я понимаю, смартфона там или даже, может быть, еще просто там чего-то, да, то есть проводить вот это такое, ну, то есть у вас как будет еще отдельно видеокамера стоять, да, на приспособлении? Да, вот здесь на слайде, если видите, то двойная, две камеры для измерения глубины, то есть можно сразу узнать и расстояние до объекта, и что это за объект. То есть это уже, ну, ложится на плечи вот именно уже вот такого там... Да, это уже... Может, это даже микрокомпьютер будет, да, там с такой... Да, например, Raspberry Pi вполне подходит для этого, ну, может... А хватит ли вот производительности ресурсов, потому что это фактически у вас так превращается в некую такую достаточно умную интеллектуальную систему, где нужно проводить распознавание образов, да, то есть вот этой вот платы. Да, я даже видел несколько образцов, как делают распознавание объектов на Raspberry Pi, ну, небольшая платформа, такой микрокомпьютер, и, ну, вполне работает, да. Спасибо, спасибо. Ну, если больше вопросов нет, то мы можем приглашать следующего участника. Еще раз напоминаю, участники тоже могут задавать вопросы во вкладку «Вопросы и ответы». Михаил, спасибо. Вас отправляем обратно. Спасибо. Да, у меня еще вот вопросы к модератору. Я сейчас попробую перезайти с ноутбука, то есть я сейчас с телефона, можно минутку, да? Да, конечно. Да, конечно. Мы пока пригласим следующего Жадан Баева, чтобы он зашел к нам. Так не слышно, да? Да, вас слышно, вас видно, все отлично. Можем приступать? Пожалуйста, участник может включить видео, аудио и начать свой доклад. Добрый день, уважаемые члены жюри, участники конференции. Я, Жадан Баев Зарикто, являюсь воспитанником детского дома творчества поселка Гинска из Абакайского края. Разрешите представить вам результаты проведенного нами исследования по теме «Индикатор биоэнергии человека» на Ардуино. Одной из самых распространенных проблем является незнание о наличии каких-либо болезней у человека. И это может привести к плохим последствиям со здоровьем, психическим состоянием и тому подобное. Таким образом, проблема нашего исследования является актуальной, интересной и продуктивной. Значит, объектом исследования является тело человека, а предметом исследования – индикатор биоэнергии человека. В данной исследовательской работе для достижения поставленной цели рассматривается устройство на Ардуино ПРО Мини. Данным техническим устройством будут пользоваться врачи-педиатры, врачи-психиатры, в окружных больницах, армейских частях, тюрьмах. Также можно хранить его дома. Поэтому цель данной работы – сконструировать и изготовить индикатор биоэнергии человека. В рамках базовой цели выделяются следующие задачи – изучить и проанализировать литературу, информационные источники в интернете биоэнергии человека и разработать, сконструировать, настроить и опробировать сам индикатор. Научная новизна работы в том, что разработана разработка и создание модели индикатора биоэнергии человека. А кипотез заключается в следующем. Современные приборы медицинского клинического контроля довольно сложные и дорогие. Ввиду этого в наши дни остается актуальным вопрос о создании более простых, но в то же время надежных электронных приборов. Поэтому сконструировано устройство на Ардуино ПРО Мини. Практическая значимость работы заключается в том, что позволяет создать достаточно простое и практичное в использовании устройство. Для измерения биоэнергии человека. Состояние здоровья в данный момент вовремя предупреждающих о каких-либо проблемах. Биоэнергия снижается у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, у людей преклонного возраста, при переутомлении, при приеме алкоголя и курения, при недостатке сна и отдыха. Биоэнергия повышает оптимизм и здоровый образ жизни. Этот прибор всего лишь индикатор, подсказывающий состояние здоровья и потенциальные резервы организма. Существуют более сложные приборы, измеряющие энергию человека в комплексе с учетом всех составляющих его биополя. В заключении можно сказать, что человек это большой аккумулятор биоэнергии. В ходе решения первой задачи из разных источников нами были проанализированы, изучены и рассмотрены особенности, характеристики и принцип действия радиоэлектронных компонентов на Arduino Pro Mini. В итоге выяснилось, что на плате Arduino Pro Mini можно создать простое и практичное устройство. В ходе решения второй задачи мы пришли к поводу о том, что данное устройство эффективно в использовании, так как устройство дает понять состояние человека на данный момент, по себе стоимость данного устройства будет стоить в 8 раз дешевле, чем аналоги зарубежных и отечественных производителей. Следовательно, мы достигли цели, решили все задачи. Перед этим исследованием можно отнести второй этап конструирования и моделирования. Вот само устройство, получается, два электрода, там индикатор. Здесь расположен Arduino Pro Mini. Теперь включать лимон. При замыкании, получается, сюда ставим обе руки, два электрода, и при замыкании он считывает. Градацию мы составляли сами. Все. Спасибо за внимание. Вопросы? Меня слышно, да? Да, да, вас слышно. Я так полагаю, что члены жюри придумывают вопросы. Ага, да. Ну, пусть будут первые вопросы. Значит, кафедра RL1, RL7 устройств, Ангтубаумна, Никольников Владимирович. У меня вопрос такой к вам. А вот в действии посмотреть сейчас прибор можно? Так, в действиях, да. Можно? На вашем примере. Да, хорошо. Вы сейчас как раз докладываете, волнуетесь. Да, попрошу. Да. Так, вот, получается, я кладу две руки. Здесь у нас цинковый электрод, а это медный. Получается, мы прилаживаем обе ладони. Не сильно, но так, чтобы не гореть. Получается, вот моя биоэнергия измиграет. Так, понятно. Вот эта шкала, видно было. Шкала в баллах, значит, она что вас показывает? Так, у нас есть специальная... Мы разработали специальную таблицу, в которой указаны, получается, показания фигура и возрастные категории. Сколько должно быть. А, вот так. Ясно. Ну, а вот еще, степень же того, как вы прижимаете пластины руками, тоже зависит, наверняка, какой потечет ток. Вот этот, да, там, маленький. Да, это... Вот как здесь. Один приложит посильнее, другой приложит, вы говорите, слегка. А вот эта вот мера слегка, это вот сколько? Сколько? Ну, критерии такие, то, что руки должны быть обязательно в естественном состоянии, то есть, не мокрые, чистые, в общем, руки. Мы прилаживаем ладони, получается, полностью на покрытие вот этого места. И, ну, наверное, человек все равно должен определять, как он ложит. Как просто вот на стол положили, вот, не дай вообще, абсолютно не прикладываем там усилий, да, чтобы просто вот положили, и вот он измеряет. Ну, как бы под естественным весом, так скажем, говоря. И второй такой еще вопрос. А вот что у вас, как это вот реализовано в виде схемы, там, как вот там рядом видел коробочка, да, которые подходят, эти электроды подключаются? Что внутри этой коробочки находится? Там находится Arduino Pro Mini, но Arduino Pro Mini, он служит как флеш. Он получается просто, ну, мы в системе C++ написали программу, она записывает результаты. Ну, я уточню немножко, вот электроды, вот у вас эти провода, они дальше куда подключаются? Они непосредственно сразу же к плате Arduino подключаются? Или там есть какая-то схемка еще? Между электродами и Arduino, контроллером? Да, она подключается сразу к плате Arduino. Ага, то есть вы используете уже встроенный этот самый АЦП на Arduino, да, который вот смиряет вот этот, там, маленький потенциал, там, ток, и, соответственно, превратить. Спасибо. Здравствуйте. А можно тоже вопрос? Таффи РАЛ-2, Евгений Родионов. Да, конечно. Скажите, пожалуйста, вы показывали таблицу, там, соответствие биоэнергии и возрастам, да, разные возрасты. Вы, соответственно, на основе чего, собственно говоря, сделали указанные выводы, то есть как сформировали эту таблицу? Поскольку я являюсь школьником, мы очень много, ну, читали в интернете, сколько должна быть. И вот я ходил по классам, да, и вот разные возрастные категории брал, ну, у меня есть родственники, бабушки, дедушки там. Ага, и вот за счет средних, да, я вот сформировал таблицу, средних показателей. Я правильно понял, то есть каждый из людей, соответственно, раз до соответствующего возраста подходил, и вы замеряли значения, которые у вас получались? Да, да. И сколько, примерно, людей вам понадобилось? Так, для каждого возраста я предлагал пройти около 5-6 людям, то есть 10 лет, 15, 20, 25 и так далее. И результат как-то усредняли или как получались значения? Так, да, получается, я все суммировал и находил среднее значение. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы. Такой вопрос. Скажите, а вот вы биоэнергию в чем меряете? То есть какая единица измерения вот этих цифр, которые у вас в таблице? Электрический ток измеряется в... То есть в токе, да, в ней меряется? То есть вот... Да, да. И, соответственно, чем больше ток, тем больше биометрия. Да, тем больше биометрия. Получается, как у источника тока есть магнитное поле, так и у человека есть биополе. Спасибо. Так, я понимаю, на этом вопросы закончились. Тогда мы можем переходить к следующему участнику. Зарикто, спасибо. До свидания. До свидания. Следующая участница Мангуш. Здравствуйте. Уключите, пожалуйста, микрофон. Вас не слышно. Ответ. Да, теперь слышно. Хорошо. Здравствуйте, уважаемые председатели, члены жюри, участники, гости конференции. Меня зовут Мангуш Олденцай. Я ученица 9 класса Государственного лицея Республики ТВА. Разрешите представить работу цифро-аналоговый термометр. Научный руководитель Санча Михаил Григорьевич, преподаватель физики в том же лицее. В данной работе рассмотрены вопросы разработки термометра на основе микроамперметра с нулем посередине. Работа выполнена в лаборатории конструирования и моделирования в Государственном лицее Республики ТВА. 21 век характеризуется бурным внедрением информационных технологий в науку, технику и быт человека. Поэтому информационными технологиями необходимо начать тесно заниматься в школьные годы. И в данной работе на примере разработки цифро-аналогового термометра происходит приобщение учащегося к уникальным достижениям информационных технологий. Поэтому данная работа актуальна. Целью данной работы явилась разработка термометра на основе микроамперметра с нулем посередине и с возможностью расширения его функции. Для достижения данной цели были решены следующие задачи. Изучение микроамперметра, датчика температуры, операционного усилителя, плата Ардуино и т.д. Для работы был применен имеющийся микроамперметр М421-02 магнитоэлектрической системы. Его пределы измерения от минус 50 до плюс 50 микроампер. В качестве датчика был взят полупроводниковый датчик температуры ЛН335З. Он преобразует температуру окружающей среды в сигнал. Вольтамперные характеристики датчика температуры таковы. Зависимость выходного напряжения датчика температуры представлена на слайде. С целью получения знака переменного напряжения был применен операционный усилитель КР140УД8А. Он имеет два входа. Один неинвертирующий, другой инвертирующий. И один выход. Запитывается он от двуполярного блока питания равен 12 В. И для расширения функциональных возможностей микроамперметра была применена плата Arduino Redboard, которая позволяет быстро создать программу и устройство. При подключении платы Arduino к компьютеру она отображается в диспетчере устройств как USB Serial Port COM14. После изучения датчика температуры платы Arduino, операционного усилителя и микроамперметра была разработана электрическая схема термометра, где ST1 это датчик температуры, плата Arduino, операционный усилитель и микроамперметр. Схема работает таким образом. Датчик температуры преобразует температуру окружающей среды в сигнал и подает его на аналоговый вход платы Arduino A1. АЦП преобразует этот сигнал в цифровой код. Потом вычисляется выходной цифровой код, который на выходе 10 представляет собой напряжение. Это напряжение, которое соответствует выходному цифровому коду. Это напряжение подается на неинвертирующий вход операционного усилителя 3, а на инвертирующий вход подается опорное напряжение. Далее, операционный усилитель обрабатывает эти значения и выдает соответствующее напряжение микроамперметру. Таким образом, значение температуры отображается на микроамперметре. Алгоритм работы устройства. В следующих слайдах представлен лестинг программы, который состоит из шапки программы, описания переменных, настройки платы Акдуина и цикла по выполнению основных действий. На следующих слайдах представлены фотографии с экспериментов. Демонстрация. Итак, демонстрация. Перед вами микроамперметр, датчик температуры и два стакана с водой, в которой есть холодная и горячая вода. Погружаем датчик температуры в холодную воду и микроамперметр показывает 10 градусов. Погружаем датчик в горячую воду. Температура повышается и становится равной 30 градусам. Наоборот, погружаем датчик снова в холодную воду. Температура понижается и становится равной 12 градусам. В ходе выполнения данной работы были решены следующие задачи. Изучение микроамперметра, датчика температуры, операционного усилителя, платы Акдуина и т.д. Основная проблема, которую удалось решить, это получение знака переменного электрического напряжения для микроамперметра с нулем посередине. Ее удалось решить с помощью операционного усилителя и платы Акдуина. Стало быть, цель работы по созданию термометра достигнута. Список литературы. Спасибо за внимание. На этом мой доклад закончен. Да, у меня вопрос к вам. Скажите, термометр ваш или датчик температуры – это измерительный прибор, да? То есть вы измеряете температуру. И какая точность измерения? То есть какой точностью вы можете измерять с помощью ваших датчиков? Точность измерения равна одному градусу подсвечения. То есть она соответствует шкале амперметра, да? Как и Талан был выбран спиртовой термометр. И у вас на шкале показывается температура градусов Цельсия? Да. Спасибо. Разрешите вопрос? Да, конечно. Здравствуйте. Ну, мне, во-первых, очень приятно видеть постоянных участников этого мероприятия. Вот. Вы уже, я знаю, не первый год и с разными темами выступаете и докладываете очень хорошего с работы. Вот. Ну, и в этот раз очередной, как говорится, приятно удивили и порадовали. Вот. Спасибо. Спасибо. Ну, а вопрос у меня, собственно, такой будет. Именно касаемо самого нуля. Вот. Вопрос первый. У вас питание операционного усилителя двухполярное? То есть, плюс 5 вольт, например, минус 5 вольт или земля и плюс 5 вольт однополярное. Вот какое у вас питание у операционника? Повторите, пожалуйста. Напряжение питания, уточню, напряжение питания. Ну, вот плата Ардуин у вас наверняка питается от USB, да, там 0,5, плюс 5 вольт, так, однополярное питание. А операционный усилитель как у вас запитан? А операционный усилитель питается от, ну, от блока питания и оно равно 12 вольт. Ну, плюс-минус 12 вольт. А, плюс-минус 12, то есть, двуполярное питание. Так, вопрос второй, ну, то есть, со средней точкой. Вопрос второй тогда. Тут ведь тогда сводится задача уже калибровки вот этой шкалы вашей, так, вот термометра. Ну, во-первых, как вы устанавливали 0 тогда на амперметре? То есть, вот то, что это 0 амперметр, это 0 градусов по Цельсию. Мы проводили эксперимент, ну, то есть, ну, мы брали снег, получается, из снега, получается, термометр, который выбран как эталон спиртовый, он показывал 0 градусов. Гружали в этот немножко растаявший снег датчик температуры, и там проверяли значение, сверяли. Ну, я думаю, наверняка там показывал сначала либо минус там 3 градуса, там либо плюс там 4 градуса. Как вот вы этот 0 выставляли, вот, калибровали тогда? Подстройка операционника или вы код в программе там как-то меняли? Код в программе. Код в программе меняли, да. То есть, этот самый, ну, операционный усилитель как был, так и есть. То есть, вы его там включили по какой-то стандартной схеме, вот, без калибровки там смещения, да, там установки смещения операционного усилителя, а исключительно подобрали его с помощью кода, я так понимаю. То есть, выход 10, это у вас выход чего? Сардуин, это выход, с какой его функциональной части, выход 10? Ну, это аналоговый выход. А, аналоговый, то есть, вы использовали внутренний ЦАП, да, цифра аналоговая преобразователь? Да. Все понятно. Спасибо большое, ну, и пожелаю вам дальнейших успехов. Спасибо. Так, пожалуйста, если есть еще вопросы. Так, хорошо, я так полагаю, вопросов больше нет. Спасибо. Мы приглашаем следующего. До свидания. Следующий, Натсак Кьяра. Прошу прощения, если неправильно произнес. Здравствуйте. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кьяра, я вам порекомендую, добрый день, сделать чуть потише громкости ваших динамиков, у вас получается обратная акустическая связь. Продолжение следует... Либо, возможно, найти наушники. Продолжение следует... Меня зовут Натя Кьяра, 6 класс, Гослицей Республики 2. Разрешите представить работу тренажер 16-ричной системы счисления. Научный руководитель Санча Михаил Григорьевич, учитель физики того же лицея. Продолжение следует... На основе цифровых индикаторов и микроконтроллеров. Чтобы достичь цели, нужно решить следующие задачи. Изучить микроконтроллер, индикатор, программатор, а также среду программирования. Разработать принципиальную электрическую схему тренажера. Создать программу управления тренажером. Собрать тренажер. Собрать... Записать программу в микроконтроллер. Разработать алгоритм работы с тренажером. Провести эксперименты и сделать выводы. На следующих слайдах будут представлены примеры применения 16-ричной системы осуществления цифровой техники. Таблицы адских кодов и символов. Интерфейс PonyProc для программаторов. И фрагмент программы на языке низкого уровня Assembler. В данной работе был использован микроконтроллер от MEDA8535. Технические данные этого микроконтроллера. Тактовая частота до 8 МГц. Разрядность команд 16 бит. Разрядность данных 8 бит. И так далее. Табло состоит из 5 индикаторов. Один из которых показан на слайде, на фотографии. Технические данные этого индикатора. Количество разрядов 1. Цвет свечения Hi-Red. Длинновой волны 660 нанометров. Принципиальная электрическая схема табло тренажера. Принципиальная электрическая схема тренажера. Тренажер был собран на зеленой монтажной платье. Алгоритм работы с тренажером следующий. Нажать на кнопку генерации 16-ричного числа. Прочитать 16-ричное число. Мне представить эквивалент этого числа в 10-ричной системе счисления. Нажать на кнопку вывода 10-ричного числа и убедиться в правильности своего ответа. При разработке программы для устройства была использована среда программирования Micro-SIM. Продолжение следует... Программа состоит из комментария, а также обработчика внешнего прерывания по двум ходам. Функции вывода символов от нуля до F и главной функции. Продолжение следует... Были сделаны выводы. Изучен микроконтроллер, индикатор, программатор, а также среда программирования. Разработана принципиальная электрическая схема тренажера. Создана программа управления тренажером. Собран тренажер. Записана программа микроконтроллер. И разработаны алгориты с тренажером. Проведены эксперименты. Таким образом, цель работы и разработка тренажера по 16-ричной системе исчисления достигнута. Использованная литература. Спасибо за внимание. У меня вопрос. Скажите, вот вы рассказали о технической стороне тренажера, как вы его делали. А вот с точки зрения пользователя, как выглядит процедура тренировки? То есть, он переводит, получается, из десятичного в 16-ричного? Или как? То есть, как это выглядит? То есть, как пользоваться вашим тренажером? Тренажер. А, я сейчас могу продемонстрировать. Вот устройство. Для начала нужно включить устройство. Вот. И вы увидите сообщение о том, что тренажер готов к работе. Нажимаем на правую кнопку и получаем 16-ричное число. Вот. Нажимаем на левую кнопку и получаем 10-ричный эквивалент этого числа. То есть, 7b есть 123. Вот. Понятно. И еще такой вопрос. И можно повторить. А вот это число, оно случайным образом появляется 16-ричное? Слева. Да. Да. Это кнопка генерации 16-ричного числа. То есть, появляется любое число 16-ричное. Скажите, а вы сказали, что вот вы проводили эксперименты. То есть, вы на своих одноклассниках, да, или на ком это эксперименты проводили? Я с мамой делаю эксперимент. А, сами вы делали. То есть, вы сами тренировались, да, на этом тренажере? Да. И, соответственно, вы как? То есть, у вас действительно появился навык такого быстрого перевода, да, из одной системы? Спасибо. Можно тоже вопрос, Кьера? Да. В продолжение вот вопроса Максима, собственно говоря, вы не думали над сценариями, какими-то может быть, вот, то есть, добавлением еще каких-то кнопок, чтобы школьники, да, соответственно, люди, которых хотят научиться переводить, они как-то постепенно, собственно говоря, привыкали к тому, как происходит этот перевод. Ну, то есть, задания как бы постепенно усложнялись. Я думала над этим. Да, как вы думаете, что для этого нужно было бы добавить, наверное, в ваш существующий прототип? Нужно добавить в программу функции команды для достижения этой цели. Хорошо. А касаемо аппаратного, то есть, отображения, вот как у вас сделано? Добавить кнопку, подключить. То есть, как вы это видите, собственно, в этом вопросе? Вы можете, пожалуйста, повторить вопрос? То есть, как вы видите, как бы вы изменили вашу конструкцию, того, что вы сделали сейчас, если бы хотели чуть ее усовершенствовать в плане именно тренажера? То есть, чтобы задания, они были разные сложности, и можно было, собственно, эту сложность убирать, наверное. Я бы на этой плате добавила еще некоторые кнопки для усложнения задачи и подключила бы к микроконтроллеру. Да, хорошо. А, собственно говоря, как вы думаете, какие числа сложнее переводить, какие полегче? Сложнения сложнее. Например, FF. Например, да. Спасибо. Ещё у кого-то есть вопросы? Я так полагаю, что вопросов больше нет. Спасибо. До свидания. Да. Следующий участник – Константин. Прикорец. Здравствуйте, меня хорошо слышно. Здравствуйте, Константин. Теперь должно быть видно. Да, видно. Так, сейчас я... Да, открою доступ. Так, видно экран сфроекомплекс «Ориентир». Да, да, всё видно, хорошо. Здравствуйте, уважаемые члены жюри. С вашего позволения, я приступлю к защите работы. Здравствуйте. Ябековец Константин, студент первого курса, представляет цифровой комплекс «Ориентир» для обеспечения ориентации слепых и слабовидящих в пространстве. Проект разработан на основе аппаратной платформы «Ардуино». Научный руководитель, кандидат педагогических наук, доцент Алтайского государственного педагогического университета Ушаков Алексей Александрович. Мы редко видим инвалидов на улице, и складывается впечатление, что их мало. Однако истинная причина в том, что они избегают выхода из дома, так как улицы и весь наш окружающий мир плохо приспособлены для их перемещения. Так, слайды почему-то не идут. Видите слайды? По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается 285 миллионов слабовидящих людей, что составляет почти 4% от всех живущих на Земле. Нами разработан цифровой комплекс «Ориентир», предназначенный для обеспечения помощи в ориентации слепых и слабовидящих. Он предупреждает своего владельца о препятствиях на его пути, сообщает расстояние до предметов, а также помогает ориентироваться в пространстве, информируя о предметах и элементах инфраструктуры, которые его окружают. Целью нашей работы является разработка устройства, системы или комплекса, способного обеспечить помощь слепым и слабовидящим в ориентации на местности. Задачи. Изучить виды нарушения зрения человека, изучить существующие устройства для компенсации отсутствия зрения, изучить способы обнаружения препятствий на пути слепого, создать устройства, обеспечивающие надежное распознавание препятствий и объектов вокруг слепого, разработать доступный интерфейс коммуникации человека и устройства для ориентации на местности. Объект исследования. Система безопасности и обеспечения комфорта людей с проблемным зрением. Предмет исследования. Система автоматического обнаружения препятствий и распознавания предметов на основе электронных датчиков и модулей. Новизна. Разработан тактийный интерфейс, основанный на вибрационном браслете и вибрационной азбуке, обеспечивающей передачу информации человеку от электронно-вычислительных машин. Разработана система идентификации объектов, основанная на электронных метках и системе их глобальной нумерации, которая, в свою очередь, основана на концепции геолокационных кругов. Практическая значимость. Комплекс-ориентир может быть использован людьми с глубоким нарушением зрения при самостоятельном перемещении на улице и в помещении. Также элементы комплекса могут использоваться для решения других задач, например, для реализации электронного экскурсовода и гида, или обеспечения коммуникации во всех случаях, когда слух и зрение использовать невозможно. Изучив интернет-источники, мы выяснили, что существует множество систем и гаджетов для людей-инвалидов. Есть умные трости, очки, браслеты, которые используются для разных целей и ориентированы на разные аудитории. Устройство Ray. Маленькая система ориентирования, основанная на ультразвуковой технологии, помогает пользователю при помощи ультразвуковых датчиков заранее обнаружить предметы и препятствия. Способ передачи информации звуковой. Устройство Explore. Тройство для слепых, которое способно идентифицировать лица людей, фотографии которых были занесены в ее память. В отличие от Ray, устройством воды является электромагнитный дальномер. Этой трости на данный момент не в продаже. Умный помощник Робин. Умеет распознавать бытовые предметы лица и лица людей с помощью встроенной камеры. Устройством воды является ультразвуковой дальномер и камера. Способ передачи информации. Теперь сравним аналоги с нашей разработкой. Первым и главным преимуществом перед аналогами является тактильная коммуникация ориентира с пользователем, благодаря чему слуховой канал слепого не забивается. Наш комплекс распознает предметы с помощью электронных меток, и это тоже является преимуществом. Так как, например, та же оптическая система Робина имеет большие погрешности при обнужении предметов, а также дистанционную ограниченность ее использования. Наша же система способна с высокой точностью определять предметы на расстоянии 10-15 метров, чего, как оказалось, достаточно для комфортного пользования ориентиром. Комплекс в текущей версии состоит из шести элементов. Умная трость, браслет тактильной связи, вибрационный алфавит, приложение для смартфона, электронные метки и единая база идентификационных кодов электронных меток. Умная трость состоит из рукоятки, содержащей в себе датчики-микроконтроллер, и шафты телескопического ствола трости. Информация с ультразвукового и инфракрасного датчиков обрабатывается микроконтроллером трости и передается по Bluetooth на смартфон, который принимает на ее основании дальнейшие решения. Электронные метки обеспечивают возможность удаленного обоснования ключевых объектов окружающей обстановки – дверей, автобусов, магазинов, туалетов и так далее. Они основаны на инфракрасной технологии. Каждая метка несколько раз в секунду излучает уникальный инфракрасный сигнал, которым может принимать оптический сенсор трости. Мы предлагаем закрепить данные метки на все важные окружающие обстановки для их дистанционного распознавания с помощью трости. На ускорение передачи кодов метки мы сделали их короткими, шестиразрядными. Чтобы иметь возможность пронумеровать электронные метки по всей поверхности Земли, мы ввели концепцию геолокационных кругов. Каждая метка уникальна внутри круга, заданная широтой, долготой и радиусом. Смысл метки является не только ее номером, но и тем, где эта метка физически расположена. Слух является одним из главных способов ориентирования слепого человека, и забивать этот канал информации неразумно. Именно поэтому нами был разработан браслет тактильной связи, устройство, отвечающее за передачу информации пользователю. Оно представляет собой браслет с 8-точечными вибрационными раздражителями, расположенными в виде вибрационной матрицы размерами 4х2. Для того, чтобы браслет можно было использовать для передачи сложных сообщений, нами был разработан вибрационный алфавит. Это набор уникальных вибрационных комбинаций, каждый из которых соответствует собственный символ, буква или цифра. Кириллическая версия вибрационного алфавита создана с опорой на мнемотехнику и таблицей частотности букв. Таким образом, предложенная нами вибрационная азбука является рациональность с точки зрения времени передачи сообщений и эффективности использования комбинаций точек вибраций. То, что навык слепого человека в распознавании элементов алфавита будет расти со временем, и в конечном итоге слепой сможет освоить технику динамического чтения. Разработанное нами приложение для смартфона осуществляет координацию работы всех компонентов комплекса. По Bluetooth смартфон подключается к умной трости и тактильному браслету. Смартфон принимает значение расстояние и идентификационный код метки от трости. Расстояние он отправляет на браслет, а идентификационный код он находит в базе данных и отправляет на браслет не сам код, а его текстовое описание. Помимо этого, приложение может получать дополнительную информацию от смартфона. СМС-сообщения, координаты пользователя, информация о погоде и так далее. Результаты проведенных испытаний показали, благодаря цифровому комплексу ориентир пользователя с нарушением зрения может определять препятствия и расстояние до них, а также с помощью тактильного интерфейса успешно читать описание всех предложенных электронных метров. В экспериментах участвовало несколько человек, имитирующих отсутствие зрения, и один слепой человек с рождения. Подведем итог. Рассмотрим схему работы комплекса. Слепой надевает браслет на руку, берет трость и включает приложение на смартфоне. Выходит на улицу, идет по улице и пользуется умной тростью, как классической тростью для слепых. Нащупывает препятствия на своем пути. Одновременно слепой делает движение умной тростью, ощупывая с помощью ультразвукового датчика пространство в радиусе двух метров от себя. Информация о расстоянии до обнаруженных препятствий передается через смартфон на тактильный браслет, который передает ее человеку. Иногда трость принимает сигнал от электронных меток, которые расположены в радиусе 10-15 метров. В этом случае смартфон находит в базе данных описание этой метки и с помощью тактильного браслета вибрационной азбуки проговаривает это описание слепому человеку. Таким образом, слепой, перемещаясь по улице, не только огибает препятствия, но и достаточно хорошо представляет, какие полезные объекты его окружают и где он в целом находится. Мы считаем, что такое устройство поможет многим людям с нарушением зрения. Вибрационный алкогит и браслет тактильной связи представляют собой тактильный интерфейс, который может быть использован и в других проектах. Бесшумная связь между солдатами, вспомогательный интерфейс в авиации для управления полетом, в космосе, для корректировки и выполнения ремонтных работ. Также возможна ретрансляция звуковой информации со смартфона на тактильный интерфейс, что может значительно упростить повседневную жизнь глухим и глухо слепым людям. На следующем этапе работы над проектом мы планируем улучшить наш комплекс. Мы заменим ультразвуковой датчик расстояния на электромагнитный. В случае финансирования проекта будет проведен опыт с лидаром. Учитывая характеристики датчиков и модулей, встроенных в ориентир, можно вычислить примерное время автономной работы. Концепцию развития нашего комплекса в дальнейшем. Размеры меток будут значительно уменьшены за счет замены контроллера Arduino Nano на контроллер Adiki Spark на базе микроконтроллера Atini 85. И, следовательно, уменьшится себестоимость данных меток. Готов продемонстрировать работу сенсорного интерфейса на слепом человеке. Слепой девочке я дал набор с пяти букв и составил из этих с пяти букв слова. И она без проблем читала эти слова. Помимо слепоты у девочки детский церебральный паралич. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Скажите, ну вот, в целом, весь этот комплекс, он очень технически сложный, да? То есть, там, очевидно, была большая работа проделана. Вот все-таки ваша роль, она какая вот в этой работе? То есть, чем вы занимались? Всем. Всем? У меня есть руководитель, конечно, с ним много. Я больше не знаю, как бы, руководитель. Мы с ним обговаривали как бы идеи, и он мне помогал, естественно, с программированием. Ну, вместе программировали. Мы столкнулись... Допустим, когда мы... Передача со смартфона на Ардуино, текста на русском языке, это достаточно большая проблема была. Мы переводили из кодировки Windows 1251, например, в UTF-8. Ну, и так, например. Ну, то есть, когда вы в докладе говорили «мы», вы имели в виду себя и вашего научного руководителя, да? Да, конечно. Это не какая-то компания там, которая там это занимает? Спасибо. Добрый день, разрешите вопрос? Конечно. Актер электронной системы устройства. Майкольник Владимирович, ну, тоже очень рад, что вы вновь выступаете, вновь принимаете участие, потому что ваша работа, я знаю, давно уже. Вот у вас достаточно уже длительный период над этим работаете. И, фактически, вы уже продемонстрировали, так скажем, промышленные уже варианты, прототипы, по крайней мере, промышленных вариантов. И уже вы создали не устройство отдельное, как у вас было раньше, а уже комплекс. Да, потому что... Это очень сложная работа, увязать уже разные вами созданные ранее устройства, которые вы презентовали в предыдущих проектах, уже непосредственно в комплекс. Но у меня вопрос будет вот такой. Значит, вы делаете это с помощью вот так называемой разработанной вибро-азбуки. Так? Алфавита, вибро-алфавита. А что мешает сделать звуковое информирование? Вот так же, допустим, человек трости. Смотрите, почему именно тактильная коммуникация? Во-первых, тактильная коммуникация не используется людьми, а на самом деле у нее достаточно высокие КПД. И, как я уже говорил, вот представьте слепого человека. Он идет по улице. Слепой человек принимает информацию. Во-первых, первая информация – это слух. Также он принимает через обоняние очень хорошую информацию. Он идет по дороге. Вот представим парк. Он чувствует листья под ногами. И еще он слышит, где-то вдалеке машины едут. И он понимает, где он ориентированно находится. Когда они, в принципе, ходят по улице, у них в голове есть маршрут определенный. И благодаря доступной среде, доступная среда, это вы видели, таблички на полу. Да, да, да. С помощью нее и с помощью вот этих ощущений, обоняния, слуха, они как раз-таки ориентируются. Но вот как раз-таки проблема, когда они забывают, в какой части их маршрута они находятся, либо сбиваются с маршрута. А благодаря комплексу они не завидуются с маршрута. И слух, как я уже сказал, отвечая прям конкретно на ваш вопрос, слух очень сильно используется для слепых. И я уже смотрел интервью, потому что похожих устройств, которые используют звук, их очень много. Я вам показывал аналоги, и все они как бы вот на звуковом устройстве. Я смотрел, как пользуются ими слепыми, и слепые жалуются на слух, на звук. Им это мешает. Понятно, понятно. То есть хорошая такая большая работа в этом части. Ну и еще мне очень, так скажем, порадовало тоже. И как бы, я думаю, мне кажется, такая актуальная штука. Ну, может быть, это у нас уже есть в наших рядах вооруженных, как говорится, и специальных служб. То, что именно когда действительно вот, да, не нужно никого, чтобы был звук, да, какой-то вообще, чтобы ополнить. А передача именно каких-то там важных, да, указаний, сообщений и прочее, между участниками операции, вот, с помощью вот таких вот вибро этого фалорита. Это очень интересно. Да, я немножко сейчас расскажу, если время есть. Насчет России я не знаю, но в Америке я смотрел, разрабатывалось устройство Tactics. Это браслет, надевается военному на живот, но там они использовали координацию. То есть куда повернуться, прям вот, ровно 360 градусов. Куда повернуться, но конкретно слов и букв этого нет. Это не в патентной базе, нигде. Я очень много шерстил информацию. А патентные посмотрели какие-нибудь исследования, заявки, еще что-нибудь? Да, есть по патентной базе. Очень много устройств. Вот, ультразвуковая трость. Естественно, это есть в патентной базе. Это все есть. В целом комплекса, естественно, моего нету, потому что комплекс, ну, как бы вот. А сенсорные интерфейсы, да, нет вообще такого. То есть это мы сейчас делаем заявку на патент. Вот, я, собственно, к чему дальше это и гну, что у вас, поскольку получается такая достаточно уникальная система, вот, ну, естественно, надо проверить на всю эту частоту там и прочее. Вот, и если, как говорится, есть варианты это, то обязательно используйте шансы и подавайте на соответствующую заявку. Спасибо, все, успехов вам в дальнейших. Очень приятно было вас видеть. Все, 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 все. Я так полагаю, что на этом вопросы кончились, поэтому спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Так, следующий у нас участник Спиридонова, Мария. Приглашаем. До свидания. 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 здравствуйте. Здравствуйте. Вы можете подключать трансляцию экрана в видео. Так мне не слышно. Слышно? Хорошо. Пока не видно. Продолжение следует. Нет, нет, нет. Что-то здесь. Так, все. Вам видно? Да, теперь видно. Все. Здравствуйте. Меня зовут Спиридонова Мария. Я ученица 11 класса средней школы номер 1 города Верхний Фолей. Хочу вам представить свой проект исследования возможных методов создания 3D изображения, то есть голограмм. Голограммы сейчас используются везде. Также они могут использоваться в медицине, в каких-нибудь музеях, тоже в каких-нибудь проектах. Целью данной работы является изучение и разработка методов создания голограмм в условиях школьной лаборатории. Из цели вытекает несколько задач. Это изучить литературные данные по выбранной теме, то есть создание 3D-голограмм. Изучить также методы создания голограмм и выбрать те, которые удобно сделать в рамках школьной лаборатории. И разработать возможные варианты реализации тех методов, которые мы выбрали. И уже изготовить платформу для получения голограмм. Первым, кто вообще ввел понятие голограмма, был венский физик Дениш Габбар. Он использовал ртутную лампу, из излучения которой он использовал определенный поток. Также потом усовершенствовали разработку Дениш Габбара, американские оптики Эмит Лейт и Юрис Упатникс. Также потом наш российский физик Денисюк создал способ создания голограмм в толстом слое эмульсии. Сейчас будут схемы самой записи. Здесь вы можете увидеть виды голограмм. То есть это оптические объемные голограммы, также фазовые голограммы и проекционные голограммы. По схеме Денисюка, то есть от лазера идет опорная волна. Она отражается от предмета, то есть отраженная волна идет на опорную волну и они накладываются. И вы можете увидеть саму схему. То есть у нас получается опорная волна, стоячая волна. Из как раз вот опорной волны и отраженной волны. Ну вот здесь тоже. То есть у нас красные стрелочки. Это предметная волна. Синие стрелки это опорная волна. И вот у нас получается стоячая. Вот здесь вы можете видеть схему записи Лейта Упатникса. То есть у нас непосредственно перед фотопленкой пересекаются опорные и предметные лучи. А это схема записи Денисюка. То есть опорные и предметные лучи, они приходят с разных сторон. Перед фотопластиной. Это сама разработка, сама конструкция по схеме Денисюка. Вы можете видеть конструкцию, как мы ее собирали. У нас в лазере используется пин-холл. То есть это такое маленькое отверстие вместо рассеивающей линзы. Чтобы у нас не было разных помех. Или допустим на линзе есть трещины. Какие-то царапины. И из-за этого у нас может получиться плохое изображение. Поэтому мы используем пин-холл. То есть вот маленькое отверстие. Также у нас это схема блока излучателей. То есть у нас есть красный, зеленый излучатели лазерные. Плата таймера. То есть мы можем, допустим, на 10 секунд, на 5 секунд поставить таймер. У нас включить, допустим, зеленый лазер. И у нас будет работать 10 секунд. Потом выключится. Так, ну что, вот управление таймера. Мы можем настроить, на какое время он будет работать. Там 10 или 5 секунд. Вот. И переключатель лазеров есть. Ну, вентилятор, чтобы не нагревалось. Вот сама установка. Сам этот блок лазеров. Тоже вот конструкция. Это зеркало. Это у нас вот сама пластина фотоэмульсионная. Чтобы у нас было четкое изображение, нам нужно использовать пороговый ток накачки. А пороговый ток накачки у нас может быть только в одномодовом режиме. Вот здесь вы видите спектральную чувствительность для зеленого и красного лазера. Проверяли. Второй вид. Голограмм. В виде пирамиды. То есть нам нужно трапециевидной формы. Четыре стекла. Мы их друг на друга накладываем. Потом используем телефон и изображение какое-нибудь, чтобы как раз вот с четырех сторон у нас было изображение. Мы эту пирамиду ставим на телефон. Ну, то есть переворачиваем, ставим на телефон. И у нас все эти четыре изображения, которые были на телефоне. Ну, справа, сверху, снизу, слева. Они накладываются на эту пирамиду. И у нас получается объемное изображение. Вот как раз оно. Также еще один вид. Это проектор-вентилятор. То есть у нас, допустим, на флешке находится изображение. Мы подключаем эту флешку. И вот, ну, как вы можете видеть, внутренность, из чего состоит этот проектор. Вся эта конструкция подключена к узлу светодиодной ленты. Ну, как раз вот у нас какое-то изображение скачано на флешке. Мы подключаем и получаем само изображение. Вот, вентилятор крутится. Само изображение получается. И выводы. В результате проделанной работы мы изучили литературные данные по выбранной теме. Освоены понятия лазерного излучения. На основании изученных методов мы выбрали вариант создания нашей конструкции по методу Денисюка. И разработан и реализован вариант создания установки. Изучены основные голограммы, которые могут быть. И также выбран метод создания 3D-голограмм. Можно использовать везде. Хоть в школе, хоть на каких-то предприятиях. В общем, используются везде. Спасибо за внимание. Готова ответить на ваши вопросы. Такой вопрос. Скажите, в схеме записи Денисюка у вас какие лазеры использовались? То есть, какие вы лазерные источники использовали? Там, я так понимаю, было несколько, да? Да, красные и зеленые лазеры. Это были какие лазеры? Газовые, твердотельные? То есть, на каком принципе действия они работали у вас? Может быть, это были лазерные диоды? Здесь просто, когда вы записываете голограмму, там же важна длина когерентности излучения. И она вот разная у разных типов лазеров. Мы купили, заказали. Ну, то есть, скорее всего, это были полупроводниковые, наверное, лазеры. Ну, они как бы самые дешевые. И такой еще на вопрос. Вот вы... То есть, у вас в итоге-то получилось записать голограмму на вашей установке? Ну, просто вы в презентации не показали результат, собственно. Ну, смотрите, мы как бы вот именно исследования, то, что какие могут быть методы я разобрала, схемы разобрала, а вот именно, что получится или не получится, я в это не углублялась. А, ну, то есть, эта установка не ваша была, да? Это вы просто какую-то картинку сказали? Да, я просто по схеме. То есть, уже до меня это сделали. Я именно разобрала, что да, можно построить эту конструкцию. По литературным данным, вот, то есть, у меня конструкция на основе схемы Денисюка, то есть, литературные данные я разобрала. Да, можно, по схеме можно, но я эту схему как бы преобразовала в конструкцию, в общем говоря. Вот, но я не углублялась дальше, что получится или не получится. Не, ну, то есть, вы саму запись голограммы не реализовывали, да? Нет. Просто именно виды разобрала. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста, если у кого-то вдруг есть. Так, я так понимаю, вопросов нет, поэтому вам спасибо. Вам спасибо. До свидания. До свидания. Следующий должен быть Владислав Пазлыев, но, к сожалению, я его не вижу в участниках, поэтому мы его пропускаем. Исаева Полина также к нам не зашла, поэтому следующий за двоим. Здравствуйте, меня слышно? Да, здравствуйте, вас слышно. И видно. Здравствуйте. 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 Системы сборки подобных информеров имеются в свободном доступе в сети интернет. Основная задача заключалась в правильном подсоединении модулей, определении моделей, загрузке драйверов в биотек программную среду Актуина и откладке скетча программы. Следующий шаг – это загрузка на смартфон с PlayMarket, мобильное приложение для управления светодиодной матрицей, кайверстринг, настройка блютуз-соединения смартфона с Ардуино, а также настройка ввода текста в самом приложении. Экранный скриншот рабочих приложений выведен вам на слайд. Есть два варианта управления вводом текста для бегущей строки. Первый – это голосовое управление, ввод текста через микрофон смартфона или прямой набор текста в мобильном приложении. Сейчас я вам продемонстрирую. Первый способ – отправляем текст на бегущую строку с помощью ввода текста. Отправляем. Надпись поменялась на COVID-19. Второй способ – через микрофон. Дом. Ну вот, надпись «Принц» появилась. Это второй способ. Одна из задачи была собрать бюджетное устройство для информирования на базе светодиодов матриц с голосовым управлением со смартфоном. Мы его собрали и подтвердили нашу гипотезу. Полученное устройство было протестировано в соответствии с функциональными требованиями и подсчитанными финансовые затраты. Они приведены на слайде. Наш проект был работан и было собрано новое информационное табло большего масштаба – 8 на 42 светодиода на адресной светодиодной ленте. Основное табло – это пластиковая панель. Мы сейчас продемонстрируем, как работает это табло. Это наша вторая табличка. Она более доработана за предыдущий год. И сейчас на ней можно писать текст разноцветными буквами. Сейчас тут написано «Раки в атаке». Сейчас мы поменяем на COVID-19. Она работает точно так же, как первая табличка, которая была прототипом. Также мы через голосовый ввод сейчас поменяем ее на слово «Дом». 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 «Отправляем». Практическая значимость проекта – это разработанное устройство мог применяться не только в рекламе и приводе информации на школьных мероприятиях, но и в любых ситуациях, где необходимо яркое информирование на табло. Система является масштабируемой, что позволяет использовать ее для любых целей. Спасибо за внимание. Пожалуйста, на ваши вопросы. Такой вопрос. Вот софт, которым вы управляете, который вы на телефоне используете, он откуда взялся? То есть это что за софт? Он был создан человеком, у которого есть YouTube-канал Alice Giver. Идея также была взята оттуда. Это приложение было создано лично им. Оно очень удобное, можете сами скачать, попробовать. Хорошо, спасибо. Тогда в продолжение, следующий вопрос. А какой тогда лично ваш вклад? Я сделал... Ну, в общем, я собрал саму такую светодиодную матрицу, четверной блок, и смог сделать более бюджетную версию информерно-светодиодных матрицей, который будет доступен для использования большинству людей. Понятно. Скажите, пожалуйста, вот как подключается телефон, собственно, к вашему таблу? Он подключается с помощью Bluetooth, то есть вы заходите в приложение, включаете Bluetooth, и позже сопряжаетесь с табло с помощью Bluetooth, позже заходите в настройки приложения, выбираете «Подключиться», и в окне, которое выйдет, выбираете «ХЦ-06» или «05». Скорее всего, «06», потому что «06» подходит для самодельных информеров, а «ХЦ-05» больше подходит для созданных, получается, на фабриках. Понятно. Тогда вот такой вопрос. Вы как-то оценивали дальность работы у вашей системы? Дальность работы максимально – это 30 метров. Максимальная дальность работы – 30 метров. А длина строки? Количество символов? Длина строки может… Ну, вообще она зависит от того, что вы используете. Если вы используете более длинную строку или табло, то ваша длина строки может быть как от маленькой, которая была прототипом, маленькая-зеленая, была приведена на слайде, то она может колебаться от пяти символов или до большой строки, где она может колебаться до десяти и более символов. Нет, вы немного не так поняли. Это понятно, что физические ограничения есть. Я к тому, что можно ли туда записывать целые предложения, к примеру? Да, можно записывать целые предложения, потому что это бегущая строка, и текст проходит справа налево, и каждый символ будет выведен вам на бегущую строку, и также он будет повторяться. Ну вот как-то оценивали количество символов? То есть насколько длинное предложение можно туда? Можно записать предложение до двух-трех предложений, а далее мы еще не пробовали. Спасибо. Можно вопрос задать? Да, пожалуйста. Ветрова Наталья Алексеевна, технология приборостроения кафедра. У вас на демонстрации не увидела проверку верности распознавания звуковой команды. Такое ощущение было, что вы произносите «дом», а изображение «вижу том». Из каких соображений? Да, простите, в этот момент я просто надел маску, и звук заглушился, и буква стала «изд» превратилась в «д». Это понятно, но можно уже сделать повторный запрос на корректность распознания звуковой команды. Почему недоработка эта? Мы это не заметили, извините. Так, еще вопросы есть? Если у участника есть вопрос, то он может задать его в вкладку «Вопросы и ответы». Сейчас участник, который поднял руку, напишет свой вопрос, и тогда мы вас отпускаем после этого. Вопрос такой. Сами вы разрабатывали приложение? Нет, я уже сказал, что приложение было разработано человеком Алис Кивер. У него есть YouTube-канал. Вы можете сами посмотреть и убедиться, что он действительно сделает приложение сам. Я лишь нашел, собрал бюджетную версию информера и предлагаю вам выйдите. Хорошо, спасибо. Тогда на этом все. Всего доброго. Спасибо. До свидания. И мы приглашаем тогда следующего участника. Станислав Зиновьев. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас видно и слышно. Можете запускать и приступать к приложению. Здравствуйте, уважаемые члены жюри и учителя и ученики. Меня зовут Зиновьев Станислав. Я ученик 9-го Б-класса, могу из школы номер 2. Тема моей работы – правила Жуковского на практике. Цель изучить правила Жуковского для силы Кориолиса. На основе известных экспериментов показать применение этой силы в современном мире. Задачу вы видите на этом слайде. Подмысл соответствующих берегов рек, возникновение атмосферных воздействий и морских течений, возникновение смерти, результат действия силы Кориолиса. От чего она зависит? Почему возникает? Можно ли приносить пользу? Можно ли самому вызвать силу Кориолиса? Вот вопросы, которые влили в основу данной нашей исследовательной работы. Сила Кориолиса по имени французского ученого Гаспара Кориолиса. Одна из силы, не заводимая для учета влияния вращения, подвижность системы отчета на относительное движение материальной точки. Сила Кориолиса равна произведению массы точки на ускорении Кориолиса и направлении противоположного этому ускорению. Правила Жуковского для силы Кориолиса состоит в том, что во вращающей системе отчета материальные точки, движущие в непараллельной оси этого вращения, отклоняются по направлению передикулярной к ее относительной скорости или оказывают давление на тело, препятствующие такому отклонению. На Земле этот эффект обусловлен ее суточным вращением. Заключается в том, что свободные падающие тела отклоняются от вертикали к востоку, а тела, движущие вдоль земной поверхности, в южном направлении меридиана отклоняются в сером полушарии вправо, а в южном влево от направления их движения. Поэтому в сером полушарии поднимается левый берег река, а в южном вправо. Наглядно этого здесь мы можем увидеть на маятнике Фука, который показан на этом фото. Траектория шара будет кривая линия, которая подтверждает, что Земля крутится вокруг своей оси. Благодаря введению еще одной силы инерции можно объяснить устойчивость волчая при инсервисии гироскопа. Если бы волчок не вращался, то под действием силы тяжести он сразу бы упал на поверхность, на которой он находится. Если попытаться столкнуть вращающий волчок, он качнется и снова примет вертикальное положение. Более того, если его подбросить, то его оси все равно сохранит свое направление. Это свойство волчка используется в технике, например, гироскопа. Гироскоп. Если же это тело привести к быстрому вращению вокруг своей оси, то даже сильные удары молотком не смогут сколь-нибудь значительно изменить направление оси гироскопа в пространстве благодаря силе кариолиса. Устойчивость свободного гироскопа используется в различных технических устройствах, например, в автопилоте. Благодаря гироскопу можно ощутить виртуальную реальность в городах и в структуре парки, музеи, игровые комнаты, где можно полноценно испытать себя. У человека есть свой собственный гироскоп, который работает благодаря силе кариолиса. Это вестибулярный аппарат. Он находится во внутреннем ухе. Есть работа ученых, которые с помощью акселерометра вычисляют степень усталости человека-энтера. Это направление в биоинженерии. В спине разозрекательная вращающая игрушка в центре спиннера находится металлический или керамический подшипник. Радиально расположены несколько лопастей, крыльев или утяжелителей. Эксперимент со спиннером. В первом случае маятинг колеблется из стороны в сторону, не отклоняясь ни в какую из сторон. Во втором случае вращаем спиннер и проводим этот же опыт. Как мы видим, маятинг отклоняется в правую сторону из-за возникшей силы кариолиса. Гироскутер. У человека есть гироскутер устойчивого благодаря встроенным электронным гиросдатчикам, даже дети не падают. Можем наглядно посмотреть на этом видео. Я выяснил, что зависимый силы кариолиса от частоты вращения системы. Чем больше частота вращения, тем на больший угол оклоняется шар. Этот опыт свидетельствует о том, что сила направлена в противоположную сторону, стремится сохранить первоначальную траекторию шарик. И о том, что сила зависит от частоты вращения прямо пропорционально. Также я сконструировал робота-неваляшку, у которого есть современный встроенный гироскоп, который не дает упасть данной конструкции. Гироскоп дает ощутимое преимущество во время движения робота, его можно доносить в какую-либо сторону. Можно посмотреть на следующем видео. Устройство-неваляшка основано на работе гироскопа, который устроен в датчике, который расположен под колес, сверху колес. Он может передвигаться и держать свое равновесие по наклонной плоскости. Сейчас я это вам предупредлю, сверху. Отпускаем. Теперь его обратно. Итак, хочу сделать вывод, что правило Жуковского для силы Кориоли со одной из сил инерции нашло в современном мире широкое применение. Спасибо за внимание. Слушаю вопрос. Станислав, здравствуйте. Евгений Родионов хочет задать вопрос. Катерия Рол-2. А не могли бы еще раз напомнить название вашей работы? Сейчас. Правило Жуковского на практике. То есть вы в своей работе просто продемонстрировали, собственно говоря, справедливость этого правила, да? Да. А какие-то количественные измерения вы проводили, нет? Нет. Ну, кроме эксперимента с... Подождите, пожалуйста. Сейчас с аппаратом. Можно вот увидеть на... Вот этом... На этом аппарате. Так, а что здесь? Мы за воронку кидаем шарик, а вот этот... Крустится вокруг своей IC со скоростью оборотов. Ну, я не помню, сколько оборотов в минуту. И когда шарик падает, он отклоняется в левую сторону. И что доказывает нам силу Кориолиса. Ну, а где здесь количественные измерения? Не могу ответить. Здесь вопрос зависимости, да? Да. Зависимость от частоты вращения. А вообще говоря, есть же формула для определения значения этой силы, да? Да. Ну, и вы просто не пробовали, да? Оценить как-то. Да, я не пробовал оценить эту силу по форме. Ага, спасибо. Еще разрешите вопрос? Да. Вот ваш эксперимент, значит, который был продемонстрирован, вы наклоняли стол с коллегой. Да. И у вас, значит, вот ваш робот, так его назовем, проявлял некую устойчивость, да? Да. Положение. А вы знакомы с разработками, ну, и вообще, по крайней мере, через интернет, хотя бы тот же самый, с работами есть такая американская компания Boston Dynamics. Слышал. Знаете, да, что они сделали? Нет. И разработали, ну, посмотрите, прям наберите Boston Dynamics, значит, они разработали некий прототип, так скажем, робота, ну, по своей внешней сути он повторяет некое существо четырехногое, вот, с интеллектом уже, который проявляет, на самом деле, чудеса устойчивости и так далее. И вот планируется ли вот эту вот историю, связанную как раз вот, как у вас робот на различной наклонной плоскости сохранял свое достаточно устойчивое положение, вот это как-то развивать? Наверное, нет. Обратите внимание, вот, как говорится, как модно сейчас у вас говорить, загуглите, да, значит, в поисковике, значит, Boston Dynamics, это английский буквально берете, вот, и посмотрите их работу. Очень интересно, и думаю, что, как говорится, один из вариантов развития в том числе вашего проекта, вот такого достаточно так поучительного, и как бы, ну, показывающего, который позволяет физику, то, что называется, и увидеть, и руками пощупать, вот, вот реализовать дальше нечто подобное. Но я не могу сказать то, что можем ли попробовать так сделать, потому что я не видел сам этот, самого этого робота на видео. Посмотрите, 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 то робота, да. Хорошо. Думаю, вы впечатлитесь и вдохновитесь. Всем спасибо, успехов. Спасибо. До свидания. Спасибо. А если вопросов нет, то на этом все. До свидания. Так, ну, по регламенту на 10 часов у нас участники закончились, однако, если члены жюри не возражают, то мы можем заслушать тех присутствующих со второй части, которые сейчас с нами находятся. Ну, смотрите, если там ребята, как говорится, висят в листе ожидания и готовы докладываться, это можно сделать, но я думаю, коллеги меня поддержат, если мы сделаем небольшой минут на 10 паузу. Так, коллеги. Поддерживаю паузу на 10 минут. Хорошо, тогда давайте сделаем паузу на 10 минут, а потом продолжим. Давайте, вот сейчас в 12 часов ровно, в 12.10, наверное, да, вот как вот? Да, в 12.10 мы продолжаем тогда. Все, спасибо, принято. Не отключаемся. А модератор на месте? Да, на месте. Да, да, смотри, тут такая проблема, то есть у нас на час, по идее, там будет другая конференция, да? Вторая часть. Да, вторая часть, и, соответственно, вот те, кто должен быть членами в комиссии в час, они сейчас в эту конференцию не могут зайти, ну, по тем ссылкам, которые им рассылались. То есть, вот я не знаю, может быть, мы все-таки до часа подождем или как? Просто те ребята, которые уже с нами, их сколько тут, несколько человек, вот для того, чтобы они не ждали. Для второго семинара в секции действительно другая ссылка, по которой не могут зайти те, которые были приглашены в первую. Ну, хорошо, тогда давайте мы сейчас в том составе, в котором есть, продолжим до часа тогда. Да, хорошо. Тогда мы, наверное, можем начинать, если все остальные. Так, остальные члены жюри не возражают, что мы продолжаем? Да. Возражений нет. Да, продолжаем то, что мы же, ну, по крайней мере, я и вот моя коллега Анастасия, мы на час дня в том числе ангажированы. Хорошо, тогда следующий у нас Маслов к нам, к сожалению, не пришел. Хомякоев из АМАТ. Продолжение следует... Здравствуйте, меня слышно? Здравствуйте, да, вас слышно, видно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Презентацию видно? Пока нет. Продолжение следует... А теперь видно. Здравствуйте. Меня зовут Хомяков Азамат. Я ученик 10 класса, школа 026, Дом детского технического творчества. Моя работа называется «Оптическая линия связи». Цель данного проекта — создание авторской модели оптической линии связи, предназначен для наглядной демонстрации принципов оптической передачи информации на примере передачи звука. Новизной работой стала авторская техническая реализация данного проекта, что является отличной особенностью данной модели. В нашем случае были применены моноблочные закрытой проводкой, полностью автономные, обладающие повышенной прочностью корпуса элементы установки, приемник и передачи сигнала. Новизной работой стала авторская техническая реализация. Данная конструкция позволяет нам не просто использовать устройство по его прямому назначению, но и применять его в учебных целях. Так у нас поставлены специальные прозрачные крышки, через которые видно внутреннее устройство изделия. Металлические корпуса выполнены в виде моноблоков. Это сделано также в учебных целях, чтобы их можно было крепить в лапах универсальных штативов для точной юстировки. Помимо того, мы можем использовать световод, чтобы продемонстрировать принципы связи с использованием волоконной оптики. Для того, чтобы изготовить оптическую линию связи, нам необходимо было ознакомиться с лазерными диодами. А это физика полупроводников. Полупроводники обладают собственной проводимостью за счет разрыва комбанетных связей. Носителями заряда являются электронные и дырки, и примесной проводимостью. В связи с этим полупроводники бывают N-типа и P-типа за счет примесей. Перед вами полупроводниковый диод. У него один PN-переход. Если рассмотреть его вольтамперную характеристику, то мы увидим, что ток в обратном направлении значительно меньше, так как осуществляется не основным насильником заряда. То есть мы видим одностороннюю проводимость диода. Собрав по данной схеме цепи, мы провели эксперименты. Эксперименты мы проводили преимущественно со светодиодами. Также нам понадобились фотодиоды, так как у нас оптическая линия связи. В светодиодах происходит рекомбинация электронных и дырок. В результате выделяется энергия в виде фотона. Вот на слайде видите, как мы проводили эксперименты. При определенных условиях перед рекомбинацией электронные дырки задерживаются рядом до микросекунд. Если в это время пролетит фотон резонансной частоты, то он вызовет вынужденную рекомбинацию с выделением второго фотона с такими же характеристиками. За основу моего переприемника передатчика была взята указка с лазерным диодом. Но для того, чтобы установить оптическую линию связи, нам необходимо было соблюдать некоторые условия. Модули должны находиться в прямой видимости друг от друга. Также мы должны участвовать влияние газа, пыли, наличие электропередач и так далее. На слайде показан поэтапный процесс изготовления моей работы. В ходе работы были применены токарные и фрезерные станки. На слайде вы видите поэтапный процесс изготовления передатчика, излучатель, два резистора, транзистор и микрофон. И вот перед вами также поэтапный процесс изготовления приемника. А вот на слайде вы уже видите готовую конструкцию. И уже с готовой конструкцией работы мы проводили эксперименты. Также мы можем использовать, как я уже сказал, высший световод. Так и продемонстрируем в принципе связи с использованием волоконной оптики. А теперь, если не возражаете, могу ли я продемонстрировать свою установку действий на видео. Продемонстрируем в принципе связи с использованием волоконной оптики. А теперь продемонстрируем принципы связи с использованием волоконной оптики. В результате была изготовлена установка для награды демонстрации принципов оптической передачи информации на примере передачи звука. Такие линии связи можно использовать для открытого и закрытого канала связи. Космической и военной техники. Спасибо за внимание. Да, вот главный вопрос. Вот смотрите, если вы возьмете указку, она будет просто светить в непрерывном режиме. И для того, чтобы передавать информацию, вы должны как-то кодировать эту информацию в параметрах излучения. Вот как вы это делали? Ну, то есть как-то... Да, да. Но информация у нас была не закодирована, у нас она воспроизводилась по прямой. Нет, смотрите, я имею в виду не шифровать ее как-то, а именно как вы в параметрах лазерного излучения встраивали информацию. То есть вы его как-то модулировали или как вы это делали? То есть, знаете, если вы... Ну, то есть как вы звук переводили в параметры лазерного излучения, чтобы он потом там подал на приемник, там, и вот эта информация передалась дальше там на динамик. А, ну, было использовано модулирование. Какое? Извините, я не расслышал. Какое модулирование? То есть, ну, бывают разные, там, бывают импульсные модуляции, там, фазовая, амплитудная. А? Импульсные. То есть у вас лазер, получается, ну, передавал последовательность импульсов, да? То есть и в чем в импульсах этого, в чем было, в ширине импульсов, то есть, либо в периоде импульсов. Ну, то есть здесь вот непонятен технический аспект реализации, вот, вот, передачи информации, да? То есть, как вы передавали? То есть, как вы управляли лазерным диодом, то есть, чтобы он, то есть, как-то его излучение было вместо постоянного, ну, то есть, если вы возьмете обычную указку, она просто светит в непрерывном режиме, да? И, соответственно, информация никакая не передается, то есть, просто постоянно, постоянное излучение идет, постоянная мощность, вот. Вот, чтобы передавать информацию, надо что-то менять, да, в этом излучении, динамически, как-то во времени. Ну, то есть, вот как вы это делали? Хорошо, спасибо. Еще вопросы есть? Я так понимаю, вопросов нет, спасибо. Извините, мне хотелось бы спросить, а видео, звук был слышен на видео? Все было нормально? Да, вроде как, все было слышно. Все было слышно? Спасибо. Все, до свидания. У нас появился участник, которого мы пропускали, Полина Исаева, сейчас мы ее запустим. Спасибо. Здравствуйте, Полина. Здравствуйте, Полина. Здравствуйте. Полина, вас не слышно. Продолжение следует... Здравствуйте. Здравствуйте. Да, теперь вас слышно. Я слышно. Немного заедает, но звук есть. Здравствуйте, меня зовут Исаева Полина. Представляю вашему вниманию проект на тему контроля усталости водителя, методом фиксации положения лица и зрительной активности. Усталость водителя в процессе управления автомобилем это очень серьезная проблема, в особенности для профессиональных водителей. Уставшие водители являются источником опасности для самих себя так и в большой степени для других участников дорожного движения. В среднем каждое пятое ДТП происходит по вине водителя, заснувших или испытывающих солидность за рулем. Возможность реализации контроля функции внимания и зрительного восприятия окружающей среды с помощью предотвращения симптомов усталости явилась рабочей гипотезой к нашей работе. Целью данной работы является разработка электронного прибора, контролера, стратегии активности водителя, способного до определенной степени контролировать явления усталости и сонливости при монотонной езде. Задача. Изучить интернет-источники по вопросам регистрации положения глаз человека в зависимости от явления усталости и сонливости. Разработать возможные для изготовления вариантов электрической схемы прибора и изготовить разработанное устройство. Рассмотреть возможные варианты изготовления прибора, проанализировав разработки инструкторов, размещенных в различных информационных источниках. Одним из развивающихся направлений является цифровой камер, является биометрический анализ глазного яблока человека и отслеживание движения глазного яблока при перемещении взгляда. Примером подобных систем можно привести eye tracker. Принцип работы прибора состоит в том, что зрачок испытуемого человека малозаметно подсвечивается инфокрасным светом. При этом несколько высокоточных компактных камер постоянно записывает зрачок респондента. Полученная информация позволяет рассчитать расстояние и интегрировать для каждого образца наиболее точную запись движения взгляда по изображению. Когда процедура закончена, на качество либровки лежит за зелеными линиями. Алло. Слышите, Полина? Да. А у вас есть какая-то презентация, доклад или что-то? Есть. Мы просто видим только вас и больше ничего. Я не могу включить презентацию. А, то есть вы так выступаете, да? Нет, она у меня на компьютере, а телефон я не могу включить. Ладно. Извините, продолжайте. А компьютер у вас в интернет-то подключен, компьютер? Да. Ну, так если вам нужно было зайти в конференцию с компьютера и замустить потом демонстрацию презентажки. Ну, ладно, продолжайте сейчас рассказ, да? Мы потом, может, вы нам, может, как-то развернете там, не знаю, телефон там, очень продемонстрируете. Извините, что вас прервали, да? Продолжайте. В зависимости от способа оценки усталости водителя различаются три типа систем. Первый построен на контроле действия водителя, вторый построен на контроле движения автомобиля, и третий построен на контроле взгляда водителя, что является актуальным для данной работы. Схему контроля движения можно реализовать несколькими способами. Например, используя датчик спидометра, скорость которого не менее 20 км в час, или через систему GPS. Для разработки нашего прибора необходима видеокамера высокого расширения, встроенной инфракрасной подсветкой, инфракрасный пластичный фильтр, электронная часть камеры должна содержать килибровочный модуль. Видеопроцессор, плата обработки сигнала может быть изготовлена самостоятельно с приобретением и установкой определенных компонентов и GPS. Программное обеспечение. Наибольшую сложность в изготовлении нашего прибора вызвала программное обеспечение. В нашей ситуации нужно было заставить видеопроцессор работать, обрабатывать изображение лица по координатным точкам, изменение которым дает соответствующее изменение выходного импульса обработки сигнала. Поиски в интернете не дали никакой информации. Единственным результатом поиска была программа английского разработчика Андрея Резебок для микрокомпьютера. Анализ этой программы обработки лица по координатным точкам. Принцип работы стал понятен по адаптированию программы к процессору. У него удалось. При встраивании кода процессор вставил, процессор выдавал постоянную ошибку программирования. Дальнейшие поиски привели к китайским производителям электронных систем для концентра Ford. Помимо производства электронных систем по безопасности автомобиля, они выпускают ремонтные процессоры этих систем. Таким образом, были найдены ремонтные процессоры от системы отслеживания усталости водителя автомобиля Ford. Системный программатор определил и скопировал программный код с ПЗУ процессора. Заменить им программный код не составило никакого труда. В качестве бонуса получили приветствие при начале и окончании работы прибора, но на английском языке. При движении автомобиля со скоростью выше 20 км в час включенный прибор с помощью GPS-модуля соединяется с спутниками GPS и активирует видеопроцессор. При этом режиме необходимо провести автоматическую калибровку нажатия кнопки калибровка. Извещение о режиме калибровки индексируется желтым светодиодом. Через несколько секунд по окончании калибровки загорается зеленый светодиод, и прибор начинает контролировать состояние глаз водителя. Бронштейн с прибором неудобно расположить на переднем стекле автомобиля в верхней зоне, чтобы он не мешал обзору срабатывания голосового опрещения происходит практически мгновенно. При частом моргании глаз происходит срабатывание языкового опрещения через 2-4 секунды. Изучен значительный объем литературных и интернет-источников по вопросам возможности регистрации положения лица человека и его глаз по координатным точкам для фотобиометрического анализа, а также возможностям современного фотобиометрических систем. Изучены структурные и технические особенности современных промышленных аналогов изготовленного прибора и их в принципе работы. На основе изучения материала разработаны принципиальные решения по изготовлению самодельного регистратора усталости водителя. На основе принятых решений изготовлена опытная модель регистратора, изготовление которого позволило ознакомиться с основаниями системного программирования и электронного монтажа. Приведены экспериментальные исследования, доказали полезную функциональность регистратора, несмотря на некоторые несовершенства конструкции и ее использования. для меня. Спасибо за внимание. Полина, значит, меня зовут Миколик Феяк Владимирович, кафедра электронной системы устройства. Я все-таки, наверное, попрошу, чтобы вам кто-нибудь помог, да, из родителей, может, там, или кто, все-таки подключить ваш компьютер тоже к системе, чтобы мы все-таки могли как-то презентажечку увидеть. Либо развернуть, вы с телефона выходите, да, в эфир? Либо как-то развернуть телефон на экран компьютера и хотя бы нам хоть как-то продемонстрировать презентацию. Вот честно, вот представление, понимание, что вся чуть подальше работа, это очень сложно. Вроде как бы и проделано, и сделано что-то, и в то же время вот нет, это самое, понимание. Вот мой прибор. То есть как устройство реализовано? Ну, вот реализация, понятно, видно, это, как условно говоря, в теле фотоаппарата, я так понимаю, старенького корпуса, да, было сделано дополнение. А вот схема технических решений, там, или структурная схема, там, ваша устройство функциональная какая-то, да. Это корпус. Так, вот поясните роль навигатора здесь, то есть, точнее, вот GPS-приемника, он у вас только GPS или GLONASS тоже? Спутник, по крайней мере, у вас GLONASS-овский нарисован был. Вот, ну, значит, GPS, для чего нужен, ну, вот, навигационный приемник здесь? Что он делал? Ну, для перемещения, перемещения в пространстве. Что еще раз? Для перемещения в пространстве он показывает, ну, включается и показывает. Нет, я имею в виду, какую роль он выполняет именно в этом устройстве, которое отслеживает утомляемость водителем. Когда он утомился, то есть, координаторы, в которых он начал там головой кивать за ругом. Прибор включается при перемещении в пространстве, когда человек устает, при утомлении. Потому что одно дело, если вдруг, условно говоря, там происходит факт ДТП, и установить то, что вот водитель заснул за рулем, и с помощью этого GPS можно понять, когда он заснул за рулем, вот. И что именно этот результат привел в ДТП, это одно, вот. Но это уже постфактум, как говорится, да. Вот. А если же, допустим, там, условно говоря, водитель вот начал, как говорится, там его там уже, условно говоря, там вымыкает, да, из процесса. И если, условно говоря, система подскажет, там, а вот, допустим, там, через, там, 10 километров, там, через 5, есть возможность, да, там, остановиться и отдохнуть. Или побуждает, например, вот, там, с помощью каких-то сигналов, чтобы, вот, водителю стоит отдохнуть. Но на этот счет есть еще такие специальные устройства, которые ставят на дальнобойные эти самые грузовики, на пассажирские перевозки. Так называемые устройства, которые, фограф, по-моему, называется, вот, которые как раз-таки информируют водителя о необходимости либо смены его коллегой, если экипаж двойной, либо о необходимости остановки и даже до запрета движения транспорта. Так, спасибо. Полин, здравствуйте. Можно вам тогда вопрос задан кафедрой РЛ-2 Евгений Радионов? Такого плана вопрос. Собственно говоря, таких систем, вот, которые вы сейчас тоже показали, собственно говоря, много. В чем особенность конкретно вашей системы? Вот, и что именно вы делали, собственно говоря, в этой системе, в ее создании? Я делала конкретно, ну, презентацию, ну, посмотрела, как там мой научный руководитель помогает. Как собирают конкретно вашей системы? Она дешевле, чем других производителей. Ну, и при этом с алгоритмической, с функциональной точки зрения, она не уступает им, да? Да. Спасибо. У нас тогда остается буквально притык 15 минут, чтобы заслушать еще одного человека, и тогда переходим уже в другую конференцию. Еще один человек, следующий Шмелев. Полина, спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас. Меня видно? Да, вас видно, вас слышно. Пожалуйста, презентация, если у вас есть. Да, конечно. Постарайтесь, пожалуйста, уложиться где-то 8-9 минут по регламенту. Хорошо. Спасибо. Видно презентацию, да? Да, все видно. Добрый день, уважаемые эксперты, участник конкурса. Меня зовут Шмелев Роман. Я являюсь учеником Центра дополнительного образования Липецкой области и представляю вашему вниманию свой проект. Анализ металлоконструкции на предмет повреждения коррозии. Введение. Коррозийное повреждение металла является довольно важной проблемой на сегодняшний момент. Особенной проблемой она является, когда подобного рода повреждения затрагивают элементы центрального водоснабжения, что может сказаться на том, что большая часть жилищных комплексов может остаться буквально без доступа к воде. Именно поэтому создание робота, способного обнаружить подобного рода дефекты, должно обеспечить эффективный анализ подобного рода металлоконструкций. Метод и принцип работы. В данном проекте применяется метод анализа электрического сопротивления. Он основан на том, что поврежденные коррозии участки металлов проводят ток несколько хуже, чем чистые образцы. Именно эту разницу и замечает робот. Принцип работы заключается в создании этого самого робота, позволяющего перемещаться по подобного рода металлоконструкциям и диагностировать их соответствующим образом. О модели. На данном слайде представлен эскиз готовой модели, а также фото прототипа, который обладает базовой функциональностью и позволяет оценить эффективность как самого метода, так и выбранного нами пути его решения. На данном слайде представлена программная составляющая данного проекта, разделенная на блоки. Первым блоком является блок объявления пинов световой индикации, а вторым блоком является блок объявления функции для того, чтобы внутри программы этой световой индикации было легче управлять. Третий блок – это самый важный блок программы, в нем производятся наши расчеты неизвестного сопротивления. А четвертый и пятый блок – это результаты наших расчетов, которые выводятся на соответствующие модули проекта. На данном слайде представлена экономика проекта, а именно цена комплектующих прототипа, а также примерно цена готовой модели, в которую входит также цена за расходы на электроэнергию, человека-часов и оборудование. Как вы можете заметить, даже с учетом всех расходов цена прототипа будет ниже, чем аналоги, которые представлены в статье, и, соответственно, мы можем поднять цену прототипа для того, чтобы добиться более скорого срока окупаемости в два месяца. Дальнейшее развитие. В дальнейшем в данном проекте будет увеличена компактность и герметичность конструкции, будут применены немного другие конструкторские решения, также будет повышена точность датчиков для того, чтобы увеличить диапазон исследуемых уровней повреждения, также будет модернизирован программный код, как и для основного модуля, так и возможность забавления каких-то других модулей, также будет модернизирована программа. И в конце будет доработка расчетов, в том числе экономических, которые представлены в статье. Из чего мы делаем вывод, что метод анализа электрического сопротивления дает хорошую точность, но требует тщательной настройки датчиков и довольно специфического конструкторского решения. Сейчас я подемонстрирую вам работу проекта. Для этого я возьму модуль, на котором установлены контакты, вот, наверное, видно, для исследования участка металла, а также цветовая индикация. Исследовать я буду на подобного рода участке металла, на котором присутствуют различные степени повреждения, вот довольно чистых участков образцов до достаточно загрязненных. Как вы можете видеть, если мы проводим контактами по металлической поверхности, то цветовая индикация меняет свой цвет. То есть, если цветовая индикация загорается зеленым цветом, то это означает, что участок является довольно чистым, а желтый и красный, соответственно, уже показывают более загрязненные участки, и для них уже в последующем необходимо будет предпринимать какие-либо меры, то есть либо по их починке, либо по какой-либо очистке. Спасибо за внимание, готов ответить на ваши вопросы. Как вы будете, этот робот использует в трубе, он будет внутри трубы передвигаться или как? Да, он будет запускаться через люки и диагностировать саму трубу, то есть передвигаться по ней. Внутри, да? То есть это для каких труб, которые предназначены для транспортировки какого? Воды там или газа? Вообще для транспортировки воды, но, возможно, с изменением какой-либо конструкции он может использоваться и для диагностики каких-либо других металлоконструкций, которые вообще не подразумевают транспортировку чего-либо, а просто выступают, наверное, как правило, каркасы. А у него, я так понял, какой-то щук, да, есть или что? Да, да, у него есть контакты, которые как раз-таки измеряют сопротивление неизвестного правильника. И сейчас у вас, получается, на выходе всего три сигнала, да? То есть либо желтый, либо зеленый. Так как это демонстрационный вариант проекта, то просто для того, чтобы продемонстрировать саму идею, так-то выводится именно само сопротивление проводника, и там уже будут проводиться на разных металлах, то есть различные эксперименты, и потом уже выводится, то есть насколько поврежден конкретно тот или иной металл. То есть там не будет конкретного такого разделения на красный, желтый, зеленый, там будет гораздо больше диапазон, и это будет измеряться в соответствии с конкретными значениями какими-то. Ну вот в текущей конструкции она подразумевает как измерение в одной точке, да? А если можно как-то сделать, ну, чтобы была какая-то карта вот этих, то есть карта вот этих повреждений, да? То есть вроде в роли графика, да, то есть? Ну, не вроде графика, но чтобы была картина, да, двумерная хотя бы там. То есть не просто, ну, то есть сейчас вот у вас робот будет двигаться, он будет по линии просто измерять, да? То есть вы же не будете его как-то там поворачивать в трубе, переворачивать его. Вот. То есть, наверное, представляет интерес не только вот по какой-то линии, а вот по всему сечению трубы, да? То есть, ну, пока вот у вас получается просто в одном месте контакта, да? В одном месте, но, возможно, в дальнейшем, если применить какие-либо другие конструкторские решения, можно распределить щупы в разные стороны, и он будет, соответственно, измерять различные участки трубы. Ну, и получается вот сейчас размер этого контакта, он какой? Ну, то есть, фактически, он сейчас, вот этот размер вашего контакта, он определяет как бы пространственное разрешение, то есть, с каким вы можете получать вот это вот распределение вот этой коррозии, да, по трубе. Он какой сейчас? Размер именно контакта? Ну, размер области, в которой вы измеряете сопротивление. Ну, сейчас он небольшой, он буквально 2-3 сантиметра получается. Ну, это большой достаточно. Ну, хорошо, спасибо. Так, пожалуйста, если еще у кого-то вопрос есть. Я так понимаю, вопросов нет. Спасибо вам большое, Роман. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.